Рабочий пишет в союзном устарости к Олегину, Михаил Иванович, искренне прошу уделить своё внимание этому письму. За процессом Промпартии я следил не меньше других, и даже тебя. Всё, что писала наша ленинградская печать, просматривалось мною. Каждое показание подсудимых Промпартии взвешивал я и учитывал их раскаяния перед Пролетарским судом. Учитывали эти раскаяния и лучшие рабочие ленинградских заводов и фабрик, и учитывали миллионы трудящихся всех стран. В день открытия суда мы бодро шагали на площадь Урицкого, мы несли плакаты, на которых под лучами прожекторов съели надписи «Требуем расстрела к контрреволюционным вождям Промпартии», «Смерть врагам социалистической стройки» и прочее. Мы шли бодро, крепкими шагами измеряли свой путь, и как будто чувствовали, что мы идём в бой с буржуазией. Это шли не единицы и не сотни, а тысячи, десятки тысяч, миллионы. Даже в день объявления приговора мы, работающие в ночную смену ночью, услышали, что Рамзину расстрел. Тоже Очкину 10 лет, Ситину 10 лет, и мы сразу же под голос рупора радио невольно захлопали, в нас загорелась кровь, мы этого ждали, мы этого в результате приветствовали, и не только формально, а в наших напряжённых жилах. В самом деле надо ли жалеть тех, кто сводил на нет рабочую инициативу, кто строил вредительские планы в промышленности, кто тащит последние соки от каждого рабочего на благополучие французского и других капиталов? Разве можно дать другой приговор этим Рамзиным? Разве дорого их раскаяния? Да оно нам было нужно, оно не должно было отменять расстрела. Если Верховный суд вынес этим учёным людям своё наказание, так это уже не месть, а награда за их заслуги. Зачем же ты, Михаил Иванович, явился в этом деле таким мягкотелым, вынося постановление ЦИКа от восьмого сего года по делу Промпартии? Кто тебя просил давать смягчение, скажи хотя бы в печати. Разве ты не читал и не знал, что говорили миллионы таких, каким был раньше ты? У вас всегда есть оговорка, что, мол, это связано с политическими и прочими моментами. Так знайте, что мы перед такими делами не трусим. Мы хоть сейчас готовы взять винтовку в руки, чтобы пойти за октябрь. Передайте эти уверения и Сталину от меня, беспартийного рабочего, но с вашими постановлениями я не согласен и не согласны многие, даже и даже все, никто с этим не мирится. С приветом, Павел Бондарев, Рабочий, Ленинград.